70-й турнир Fight Nights Global прошел в главном зале ФСК. Жители республики, которым не удалось туда попасть, наблюдали за экранами своих телевизоров. Прямую трансляцию вел федеральный телеканал Матч ТВ. Всего в тот вечер выставили семь пар, но, судя по комментариям из соцсетей, всех волновали лишь два боя с участиями Вадима Бусеева и Алексея Иванова. Ждем боя. Главным поединком вечера анонсировали схватку нашего земляка Алексея Иванова против Руссымара Палхараса из Бразилии. Толпа, разумеется, болела за бойца из Олан-Удэ, но, к сожалению, этой поддержки хватило лишь на 36 секунд. Все так быстро закончилось, пока постила, бой закончился. Можете закидать меня камнями, но я с самого начала за бразильца болела. 38 секунд первого тайма и технический нокаут. Красавчик. Это высший пилотаж. Видео отвратительное, но не могу не выложить. Эмоции прут. Если сын когда-нибудь родится, Руссимаром назову. Где в ЛАНУДе тренет джиу-джитсу? Иванов Алексей проиграл бой. Жаль, но мы все равно его поддерживаем и любим. Россия, вперед! Абсолютно иначе выглядел бой Вадима Бусеева против Янь Пангуо. Последнего представили как чемпиона Китая по кунг-фу. Но вот древнее китайское единоборство не выстояло против современного самбо. Вадим Бусеев, не сомневались в вашей победе. Эпичный момент турнира Fight Nights Global 70 в Улан-Удэ. Вадим Бусеев лучший, а Антон Бусеев как тигр за клеткой. По итогам турнира, несмотря на победу, рейтинг Вадима Бусеева остался неизменным. Наш боец так и остался на девятой строчке легчайшего веса. Арусимар Палхарас выдвинулся на первое место полусреднего веса. Алексей Иванов опустился с четвертой на пятую позицию. Но гонка за чемпионские пояса для наших гладиаторов еще не закончена. Вода Мунхоев, телекомпания АТВ